Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный, опубликовал расследование. Оно было выложено в виде распечатанного текста на сайте фонда. Но самое главное, впечатляющий фильм, который идет практически 50 минут. Очередное расследование посвящено предполагаемой коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Поскольку на данный момент этот фильм посмотрело уже более 2 миллионов человек, по всей видимости, читатели знают главную суть этого расследования. Наиболее состоятельные люди, так или иначе связанные с правительством, дарили недвижимость огромной стоимости людям, так или иначе связанными с премьер-министром. Напрямую, естественно, премьер-министр Дмитриев Медведев этой собственностью не владеет. Навальный в своем расследовании и отмечает, что схема более-менее хитрая. Всей этой собственностью владеют благотворительные фонды, которыми руководят близкие друзья Медведева, сокурсники, его старые знакомые, родственники и знакомые по прошлой жизни. Откуда появилась эта информация? Как всегда, очень много фонд борьбы с коррупцией Навального находит в открытых источниках. Но появились многочисленные слухи, что кто-то из могущественных и влиятельных врагов Дмитрия Медведева сдал эту информацию Алексею Навальному. Тут интересно проследовать за официальной реакцией российского руководства. Естественно, она практически никакая. Лишь появилось официально пару фраз, что это информационный слив, и таким образом осужденный Навальный готовится к выборам, на которые никогда не попадет. Интересно то, что в принципе любая новость, любое сообщение, особенно сенсационное, так или иначе информационный слив. Однако, когда рядом с выражением информационный слив мы читаем слово «осужденный», то это намек на то, что Алексей Навальный был под судом, это приобретает негативный окрас. На самом деле, давайте скажем честно, это всего лишь новость. Поэтому не имеет значения, откуда Навальный взял информацию, даже если, как предполагают некоторые, ему эту информацию дал могущественный серый кардинал главы Роснефти Игорь Сечин. Новость есть новость, о ней нужно говорить. Но в любой цивилизованной стране после опубликования такой новости возникает главный вопрос. Так коррупционер ли Медведев? Впрямую, как уже было замечено, Медведев абсолютно не владеет этими участками земли, виноградными полями, гигантскими домами, вертолетными площадками, домиками для гостей. Он просто часто там бывает. И про это говорят местные жители тех регионов. Но возникает вопрос, а откуда у благотворительных фондов, вместо того, чтобы полученные от российских миллиардеров деньги передавать малоимущим именно на благотворительные цели, откуда эти дома? Почему вместо благотворительности деньги вгоняются в эту роскошь? И заметим, что Медведев, когда приезжает в это великолепие, никому не задает таких вопросов. Зато замечен в постоянных выступлениях по телевидению с речью о борьбе с коррупцией и о том, что денег нет, господа. Так вот, в любой цивилизованной стране после такого фильма премьер проявляется на экране и говорит, что временно прекращает исполнение своих обязанностей, чтобы специально назначенный парламентом или президентом прокурор изучил эти исследования и доказал или его невиновность, или его виновность. В случае невиновности премьер подаст в суд на Алексея Навального и засудит его. Что произошло в России? А ничего. Полная тишина. Государственное телевидение вообще не упомянуло об этом фильме и Медведеве, а из множества газет только три что-то рассказали о фильме, который посмотрело два миллиона человек. Остальные молчат. Предлог? Главные редакторы этих изданий говорят простую вещь. Мы не падки на сенсации. Нужно сначала доказать связь Медведева с этим валом коррупции, чтобы не попасть в просаг. Мы, уважаемые журналисты, уважаемые главные редакторы, мы не ведемся на информационные взбросы. Что будет дальше? А ничего. По телевизору будут рассказывать про украинских фашистов, про выборы во Франции, про Трампа. В газетах информационная волна схлынет. И российский народ с удовольствием, посмотрев этот фильм, будет таким же, как и прежде. Он будет считать, что эта собственность вполне логична, как добавление к власти, как некий бонус, который получают и более того, на который имеют права хозяева земли русской. А премьер, безусловно, относится к таким хозяевам наряду с Владимиром Путиным. Как мы помним, множество расследований ФБК было посвящено и многомиллиардной собственности самого Владимира Путина, но, как видим, никакие расследования не уменьшили рейтинг его популярности, которая достигает сейчас 70%. Быть крепостным, с мобильником в руках, таково, пока что есть состояние российского общества. Думается, что в данном случае Украина выгодно отличается от такого гражданского состояния населения. Пусть чиновники, уличенные фактах коррупции, пока что остаются на своих местах, но хотя бы сформулирован четкий запрос общества на борьбу с такими людьми. К том и отличия. Матвей Гонопольский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok